Сегодня хочу вернуться к MotorShield и подключить к нему вот эту RGB светодиодную ленту. В итоге должно получиться примерно так. И что касаемо подключения, все RGB светодиодные ленты устроены одинаково, схематично это выглядит так. И у них выходят четыре провода, один в данном случае белый, это аноды трех светодиодов, а остальные три провода это катоды светодиодов каждого цвета. Так сделано, чтобы можно было управлять лентой эндоканальными MOSFETами. Ну и полумостовой драйвер тоже подойдет, только на его вход нужно будет подать ноль, чтобы выход был соединен с массой. Теперь к SHIELD. Нам тут доступно четыре канала SHIM, то бишь шимировать мы можем только пару контактов. И так как у нас три цвета, один канал получается лишним. Подключается лента следующим образом. Белый подключается к колодке с плюс 90 вольтами, а каждый из цветов на колодку с выходами полумостов, через которые катоды светодиодов будут соединяться с массой. В коде нужно подать на входы L293-0, чтобы выходы были на массе. Для этого их пишем в сдвиговый регистр и больше эти выходы не трогаем. Дальнейшее управление будет SHIM на соответствующие входы L293, на те, что в оригинале используются для регулировки скоростью моторами. Ниже крутим значения функции AnalogWrite и пишем их на соответствующие выходы. Этот код залит в Ардуину и выглядит все примерно вот так. Ну только толку от этого немного. Вот пример управления лентой с пульта дистанционного управления. Только тут один важный момент. Библиотека ER Remote использует таймер, который используется функцией AnalogWrite. И если не ошибаюсь, мешает SHIM на третьем агентском контакте, который у нас использует MotorShield. Поэтому нужно залезть в библиотеку и переключить таймер. То есть идем в папку с библиотекой и открываем вот этот файл. И здесь мы включаем первый таймер. То есть этот мы комментируем. И в этом случае SHIMа не будет на контактах для сервы, но оно нам там и не нужно. Сохраняем, закрываем. Ну а в коде я добавил библиотеку, директивы с кодами кнопок, ну и различные причиндалы. Вроде вот этих. А в цикле обработка команд с пульт ADU. Алгоритм тот же, что и в видео про обработку удержания кнопок. Только запись покороче. Также отсекаем пакет с FF. Крутим, в зависимости от пришедшей команды, крутим значения, которые хранятся в переменной. И пишем это значение в аналоговой выход. Ну и ничего сложного. Зальем этот код в ардуину. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Пока.